Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема моего доклада – это морфологическая картина образования почек. И хотелось бы остановиться на классификации. В настоящее время мы пользуемся последней возрасткой классификацией. Самые распространенные опухоли среди новообразований почек – это почечноклеточные эпителиальные опухоли. Среди мезонхимальных образований самое распространенное – это ангиомиолипома. И условно можно разделить образование почек по локализации. Это опухоли, которые возникают в области коры, в области медулярного вещества и также в области лоханки – это уротелиальные карциномы. Также по строению можно разделить новообразование почек на солидные, к которым относятся, например, самые распространенные карциномы – это светлоклеточная карцинома, хромофобная карцинома, анкоцитома, папиллярные почечноклеточные карциномы, медулярная карцинома и карциномы из собирательных трубочек. Также все эти опухоли могут быть солидно-кистозного строения. И чисто кистозные опухоли – это редкие новообразования почек. Часть из них – это доброкачественные, например, светлоклеточная папиллярная почечноклеточная карцинома. Она не доброкачественная, она с неопределенным потенциалом злокачественности. И мультилакунарная кистозная наиблазия низкого потенциала злокачественности. Самая распространенная карцинома почек – это светлоклеточная почечноклеточная карцинома. Наблюдается она в 70% случаев. Очень редко может быть мультифокальная либо билатеральная. Она располагается в корковом веществе. Макроскопически мы наблюдаем чаще солидную опухоль, редко с кистозными образованиями, кистами, чаще всего в центральных областях. Также могут наблюдаться кровоизлияния и некрозы в центре. Опухоль с четкими границами, округлыми и имеет псевдокапсулу. На разрезе она часто ярко-желтого цвета, но также могут присутствовать очаги серого цвета. Чаще это фокусы более низкой дифференцированной светлоклеточной карциномы G4 с аркоматоидной дифференцировкой. Гистологически эта опухоль имеет солидное либо альвеолярное, либо циннарное строение. Также в ней присутствуют тонкие фиброзные прослойки с многочисленными сосудами. Цитоплазма клеток обильная от иозинофильной до светлой. И гистологически мы почечно-клеточные карциномы светлоклеточные и популярные карциномы выделяем 4 грейда ядерных. G1, при котором мы не наблюдаем ядрышек. И G2 и G3, там происходит увеличение ядрышек. Вот, например, в клетке мы видим ядро с выраженным ядрышком. Это светлоклеточная почечноклеточная G3. При G4 мы наблюдаем клетки с выраженным полиморфизмом, а также наблюдаем саркоматоидную дифференцировку и рапдоидную дифференцировку. Дифференциальный диагноз мы проводим чаще всего, если светлоклеточная почечноклеточная карцинома состоит из более зинофильных клеток, мы проводим с хромофобной почечноклеточной карциномой. При помощи иммуногистохимического метода. Используем мы карбоангидразу девятую. И в почечноклеточной карциноме светлоклеточной она будет иметь выраженное мембранное окрашивание, хромофобная карцинома негативно на карбоангидразу девятую. Но чаще всего происходит дифференциальный диагноз других форм почечноклеточных карцином, и их сравнивают с светлоклеточной карциномой. Например, светлоклеточная папиллярная почечноклеточная карцинома, слайд слева, она также может состоять из солидных участков светлоклеточных клеток, клеток со светлой цитоплазмой, но это опухоль с низким потенциалом злокачественности, и дифференциальный диагноз в данной ситуации принципиален. И для этого мы можем использовать цитокератин седьмой, и папиллярная светлоклеточная карцинома будет позитивна. При использовании карбангидразы и сравнении, например, справа это почечноклеточная карцинома, она окрашивается карбангидразой фокально, а светлоклеточная папиллярная почечноклеточная карцинома, слайд слева, у нее имеется специфический вид окрашивания карбангидразой 9, это по типу кап-лайк, то есть опухоль окрашивается с базальной стороны и с латеральных сторон, а пекальная часть остается неокрашенной. Хромофобная карцинома не такая частая форма, пик наблюдается заболеваемости в 60 лет, макроскопически это серо-бежевые опухоли с четкими округлыми границами, она не имеет капсулы, может быть с кровоизлияниями и некрозами, гистологически, микроскопически это опухоль из-за зенофильных клеток с обильной цитоплазмой, также присутствуют фиброзные прослойки с тонкостенными сосудами, и вокруг этих фиброзных прослоек часто мы наблюдаем скопление более светлых клеток. И особый признак, характерный для хромофобной карциномы, это перинуклеарные просветления в цитоплазме. Иммуногистохимически хромофобная карцинома позитивна на цитокератин 7 и негативна на карбоангидразу 9. При дифференциальном диагностике происходит это почти в 95% случаев, мы дифференцируем хромофобную карциному с онкоцитомой. Слева на слайде представлена онкоцитома, а справа представлен хромофобный рак. При иммуногистохимическом исследовании мы используем цитокератин 7, хромофобная карцинома будет на него позитивна, а онкоцитома может быть позитивна только фокально в части клеток. Но бывают ситуации более сложные, когда, например, фокальных участков позитивных на цитокератин 7 слишком много, и тогда мы можем прибегнуть к использованию фиш-анализа на хромофобную карциному. И использовать мы можем, например, HER2. Это исследование 17-й хромосомы, и при хромофобной карциноме наблюдается моносомия 17-й хромосомы, как мы здесь видим на этом слайде. Присутствует в опухолевых клетках только один зеленый и один красный сигнал. Это говорит в пользу того, что это хромофобная карцинома, и у нее наблюдаются моносомия 17-й хромосомы. Анкоцитома – не частая опухоль. Это доброкачественное образование почки. Чаще оно располагается в коре. Также оно может быть двустороннее, мультифокальное. В центральной области может присутствовать рубец. Рубец присутствует во многих опухолях и образованиях почек, медленно растущих. Гистологически оно также может быть с фокально-скровоизлияниями и кистозными полостями. При иммуногистомическом исследовании мы используем CD117, он будет выражен позитивным, и СК7 он будет негативен, либо фокально-позитивен в анкоцитоме. Карцинома из собирательных протоков – это редкая карцинома, очень агрессивная. Чаще всего она располагается в медулярном веществе, но за счет своего агрессивного и выраженного инвазивного роста мы уже ее ловим на этапе, когда она может прорастать уже и капсулу почки, выходить в жировую клетчатку синуса и иметь метастазы в параортальные лимфоузлы, либо отдаленные. Часто она метастазирует и либо прорастает напрямую в надпочечник с этой же стороны. Опухоль серо-бежевого цвета, она не имеет четких границ, и когда она прорастает в чашечную лоханочную систему, макроскопически может показаться, что эта опухоль растет, наоборот, из лоханки, и необходимо дифференцировать с ортолиальными карциномами лоханочной системы. Часто она имеет сателлитные узлы в этой же почке. Ангиомия липома – это доброкачественная опухоль крупы пеком, редкое достаточное образование. Она может быть мультифокальной, также она может быть внепочечной. И наблюдается она чаще всего у женщин по сравнению с почечноклеточными карциномами, которые чаще возникают все-таки у мужчин. Описаны в литературе единичные случаи злокачественной формы. Чаще это все-таки эпителиальная ангиомия липома. И на самом деле до сих пор не доказано, это истинная злокачественная форма ангиомия липомы, либо это мультифокальные образования и внепочечные локализации. Макроскопически она представлена в основном жировой ткани, может иметь в своем составе выраженные кровоизлияния и красно-серые участки. Гистологически она состоит из трех компонентов. Это зрелая жировая ткань, сосуды разного калибра, разного размера. И третий компонент – это веретиновидные клетки. Все эти три компонента в опухоли могут быть представлены в разном соотношении. Иногда они могут имитировать, например, леомиомы, особенно если ангиомия липома расположена субкапсулярно. Они часто состоят преимущественно именно из веретиновидных клеток. Макроскопически это будет плотная эластичная опухоль на разрезе, даже волокнистая. И микроскопически она будет состоять из веретиновидных и азинофильных клеток. При иммуногистохимическом исследовании она позитивна на мелоцитарные маркеры, но к данному методу исследования мы прибегаем крайне редко в связи с тем, что гистологическая картина данного заболевания очень характерна. И хотелось бы еще сказать о том, что патоморфология не стоит на месте. И вот уже спустя, это статья от 2019 года, коллеги из Канады проанализировали случаи все нововыявленных образований почек и пришли к выводу, что сейчас уже можно включать в новую классификацию около 10 форм карцином. Карцином, например, азинофильно-солидная кистозная карцинома, светлоклеточная карцинома с гигантскими клетками империи полезом. Но пока не вышла новая классификация, с этими новообразованиями мы иногда их крайне редко можем поставить, но все-таки рассматриваем их еще только как временное образование. И это на самом деле важно. Например, вот здесь светлоклеточная карцинома с гигантскими клетками империи полезом. Она имеет худший прогноз. Гистологическая картина крайне характерна для нее. Но она также состоит, помимо вот этих крупных клеток, которые мы здесь видим с империей полезом, также с очагов светлоклеточной карциномы. Притом светлоклеточной карциномы с низким ядерным грейдом. И вот такая опухоль – это эзенофильная солидная кистозная карцинома. Она состоит из полиморфных эзенофильных клеток. Часто они бывают двуядерными, многоядерными. И эта карцинома не окрашивается специфически, как, например, окрашиваются светлоклеточные карциномы. Но она сложна в диагностике, но имеет лучший прогноз по сравнению с остальными карциномами. И у меня все. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я буду рада ответить. Спасибо. Продолжение следует...